Здравствуйте. Здравствуйте. Комитет Солдатских матерей с 27 февраля 2022 года оказывает гуманитарную помощь всем востковым частям, госпиталям, беженцам. И вот сейчас я хочу представить нашу дружную команду. Мы открыли пункт гуманитарной помощи с 21 сентября, конкретно уже пункт. Работают здесь девочки все, волонтеров много, около 30 человек, а это наш актив. Самая главная задача у нас – собрать максимально помощь гуманитарную для беженцев, которые находятся на проспекте Фея, Фея-2, в Олимпии, в Жемчужине России, в Лазурный Берь. И, конечно же, вот за три дня, ну вы видели, очень много сделано. Я хочу обратиться с огромным словом благодарности тем людям, которые не просто помогают армии, приносят гостинцы для солдат, которые звонят и самые добрые слова нам говорят. Ну и всем, кто откликнулся за эти три дня, вот собрали огромное количество гуманитарных. Каждый день с 7 утра до позднего вечера несут гуманитарных. Люди добрые, огромное вам спасибо. А на общение от чистого сердца. Спасибо вам. Дорогие друзья, вот мы с Олей полностью занимаемся гуманитарной помощью. То есть мы ответственны за несколько пунктов. Это Краснодарская, 27, Гостогаевская, Новороссийская, 100. И у нас был еще один пункт субсехи на фронт за 72. И с сегодняшнего дня мы его закрываем, потому что мы просто физически не успеваем. Поэтому приезжайте на наши два пункта. Гостогаевская, Новороссийская, 100, Краснодарская, 27. Мы благодарим всех жителей, что вы не остаетесь равнодушными, что вы приносите гостинцы солдатам, что вы приносите гуманитарную помощь. Но еще я хочу обратиться прямо с призывом. В среду мы собираем огромный груз для наших ребят с подарочками в направлении Херсона. Мы уже сегодня купили рации, дождевики. Вот тот список, который мы выкладываем в группу, я уверена, что вы все наблюдаете и видите. Хлебзавод нам дал огромное количество гостинцев. Все люди помогают, но у нас сейчас нам нужно сделать упор на то, что в среду собрать эти подарочки. Поэтому, пожалуйста, приносите для солдат по списочку, что там написано, гостинчики, и мы будем очень рады. Письма. Письма. И рисунки детских. Письма солдатики очень радуются, когда читают от вас эти записочки. Особенно от деток, это греет их душу, и им очень приятно. В землянках фотографии развешаны везде в землянках. Уже больше под 100 гуманитарных грузов отправили за это время. И самый ценный груз – это письма солдатам и рисунки детей. Спасибо огромное, что... Есть у нас открыт сейчас сбор. Нам срочно, срочно нужно собрать средства на очки ночного видения. Они реально спасают жизни, потому что нашим ребяткам нужно в темноте все это видеть. И проблема только в том, что минимальная стоимость этих очков составляет в районе 30 тысяч рублей. И нам нужно сейчас срочно собрать средства на 50 штук, потому что каждый боец должен быть в этих очках. Списки можно взять на Краснодарской 27. Девочки списки меняют, постоянно распечатывают. И все желающие приходят сюда, девочки рассказывают, что нужно, и дают списочек в руки. Я пришла 21 сентября сюда на пункт работать. Пришла к Ольге Викторовне Воротецкой. Я хочу присоединиться ко всем словам девочек. Тоже призываю вас, не будьте равнодушными. Мы без вас ничего не сможем сделать. Только все вместе. Своих не бросаем. Нам очень, правда, нужно помогать. Сейчас мы и к 19 ноября будем отправлять подарки нашим ребятам. Люди, услышьте нас, правда, всех. Мы работаем от чистого сердца, и мы отдаем всю душу и все силы этому. Спасибо вам огромное за помощь, за то, что вы приходите к нам, за то, что вы помогаете нам. И комитет солдатских матерей всегда рядом с вами. Ребята, это именно гуманитарная помощь, которая везется по санаториям, в которых размещены беженцы. Уже больше десятка машин туда отвезли. Так что всем, ребята, спасибо за огромную помощь. Именно на обчане вы откликнули. Просто нереальный поток людей несет помощь для тех людей, которые оказались беженцами. Не обращайте внимания на то, что пишут в комментариях. Большинство людей получают за это деньги. Деньги получают с Украины, чтобы просто потерять человечность, чтобы мы потеряли человечность и относились очень плохо к тем людям, которые оказались сейчас в беде. Перекручивают ситуации, делают их выгодным для себя свете. Но поверьте мне, если вы в чем-то сомневаетесь, прийти, посмотрите, пообщайтесь с этими людьми. Везде доступ практически есть. Люди ходят по Пионерскому проспекту, они вам обо всем расскажут. Спасибо за помощь. Вся информация в описании есть под этим видео. Готовятся как раз таки и для солдат. Вещи все раскладываются, формируются посылки, которые отправляются непосредственно на фронт. То есть занимаются и помощью беженцам, волею случая, но основной, ребята, именно для солдат. Собирают все необходимое на своих пунктах. Смотрите, к нам приходят неравнодушные люди. Сегодня пришел мужчина, спрашивал, что нам принести. Мы ему рассказали, что нам нужно именно для гражданских, для Херсона, потом, что нам нужно из медикаментов, все. И человек спрашивал, как вам лучше, может, деньги дать, может, еще что-то. И вот смотрите, люди неравнодушные. Принес человек, дал 20 тысяч. То есть уже у нас пойдут на эти очки, про которые мы говорили. Огромное вам спасибо. Мы стараемся эти деньги. Вы знаете меня все. Вы знаете, что отчеты все, ни копейки, никуда не уйдет лишнее никогда. Низкий поклон вам всем. Просто вот до слез. Понимаете? Чего решили помочь? Ну, потому что я считаю, что то, что сейчас происходит, не в нашей стране, это происходит в мире. Война идет против России, и каждый россиянин должен быть мобилизован, каждый россиянин должен помочь. Если кто-то этого не понимает, вот приходите сюда и посмотрите, сколько здесь неравнодушных людей. Если мы не будем этого делать, просто не будет России. Вот и все. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, мы приехали на пункт приема гуманитарной помощи. Новороссийская 100, станица Гастагайска. Люди также сюда приносят вещи и помощь гуманитарным солдатам и беженцам. Шрайки, бритвы разовые, сигареты, мыльно-бритвенные принадлежности, шампуни. То есть все, что только можете подумать, это все, в принципе, надо, ребята. Даже вплоть до лопат. Зимние дождевики приносят, носки. Мышок берцев принесли. Теплые ботинки. Теплые ботиночки для ребят. Тоже целый мешок. Салфеточки даже разовые. Очень важным даже является вот такой вот газ. Так же несет туалетную бумагу. В Гастагайску переехали с Сахалина, принесли целый вот такой ящик, консерв. Машинку, но это чисто для солдат, чтобы не путаться, забирается полностью все. Все вещи необходимости. Здесь у нас подобрались очень активные волонтеры. Хочу вас познакомить. Это Юлечка. Она отвечает полностью за пункт. Это Танюша. Она здесь прям активно все перебирает, раскладывает, считает. Это Геннадий Михайлович. Он помогает нам. Раскидывает везде во все чаты. Фотографирует всех людей. Он вообще молодец. Очень нам помогает. Еще мы хотим сказать огромное спасибо Леониду Геннадьевичу Димурчеву за то, что он нам предоставил целых три комнаты под гуманитарную помощь. Хотели бы отдельно выразить благодарность Соломатину Юрию Юрьевичу. Предоставил стеллажист, собрал. Привезли нам наш местный предприниматель. Он скромный отказывается себя называть. Вчера как-то вы так быстренько организовали сбор помощи. Они ездили по адресам точечно и прям собирали, собирали вещи. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. У вас тут прям такая классная команда. Вот все, что принесли, это за сегодня буквально. Тудей идет очень много. Это в основном жители станицы Гостогаевской. Очень активные. Неравнодушные жители. Спасибо огромное. Вы жителям станицы. Хочу сказать, что это не все волонтеры. Некоторых волонтеров я даже еще в глаза не видел. Кто-то сейчас на работе. Кто-то тоже ездит по делам, собирает вещи. Но хотелось отдельное спасибо сказать Юре. Спасибо Юре, что ты не отказал, остался в стороне, помогаешь инвалидационно, ролики снимаешь, на фею ездишь. Спасибо большое. Вместе мы сила. Многие не понимают, что волонтеры думают, кто-то там вам деньги платит или еще что-то. То есть люди работают абсолютно без зарплаты, просто для того, чтобы помочь бойцам. Чтобы это тоже все понимали, кто смотрит этот видеосюжет. Продолжение следует...